Поставьте единичку, если видно пока с экрана. Замечательно, так, хорошо, значит продолжаем дальше разные элементы разбирать. Так, 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 значит, как подключить картиночку, вчера разобрали, подписку на YouTube показал, кнопочку как подключить и как ее сделать активной. Вот этот момент сейчас разберем. Так, перехожу на конструктор RvSiteBuilder. Значит, все вот эти кнопочки я искал в гугле, то есть, допустим, набираем в гугле кнопка купить, набираете и картиночки. Все, и гугл выдает очень много картиночек. Аксесс тоже выдает, но в аксессе малое количество картинок по сравнению с гуглом. Вот, выбираете, какая вам по душе кнопочка, это фактически картинка. Правой клавишей щелкнули и сохранить изображение как. Сохраняете в нужном вам месте. После этого эту картиночку можно, конечно, загрузить куда угодно. Если нужна какая-то анимированная картиночка, анимированные у нас идут в формате GIF. Вот, здесь Google предлагает, ну, допустим, GIF формат и нажимаете. Это значит, какие-то здесь картиночки будут анимированные. Как проверить? Ну, чисто экспериментально. Ну, вот это вот анимированное, то есть, пальчик такой двигается. И точно так же будет движение на самом сайте. То есть, можно анимированные картиночки спокойно ставить. И сделать их так же кликабельными. Это независимо, какой конструктор, независимо, какой сайт будет. Теперь поехали дальше. Значит, открываю проект в DomLand. Так, любую страницу. Потому что, напомню, вот эта боковая панель, она сделана... Сейчас загрузится, скажу, как называется. Вот у нас есть дизайн, есть источник, а есть схема... Сейчас тут загрузится до конца. Схема модели. Вот через схему модели можно разместить верхнюю часть, боковую часть и подвал, нижнюю часть. Вода. Основа всего живого на земле. Автоматически включается. И нижнюю часть. Эти три части делаются через схему модели. Для чего? Для того, чтобы не дублировать на каждой странице одну и ту же информацию, не копировать. Потому что схема модели... Информация, размещенная на разделе схема модели, она дублируется автоматом на всех страницах. Итак, открываю схему модели. Значит, правая часть. Delete удалить, Edit редактировать. Когда нету здесь ничего, плюсик нажимаете, и будет чистый редактор, и с чистого листа все делаете. Нажимаете Edit. Нажимаете Edit. Так. Вот эта кнопочка. То есть кнопочка, это та же картинка, которая была скачена с интернета и загружена сюда. То есть загружаете обычным способом, кликнув на Image. Вот эта картиночка. То есть как она сюда попала. Личное изображение кликаете. Local File. И кнопочку загрузить изображение. Загрузить. Здесь можно сразу несколько картинок загрузить, выбрать и кнопочку загрузить. И автоматом будут загружены нужные картинки на хостинг. Далее выбираете кнопочку с картинкой и нажимаете вставить. Вот таким способом загружается вот эта картинка. Теперь как ее сделать кликабельной? Естественно, подписать ее надо, чтобы когда наводите мышкой, вот допустим я отвел мышку, подвожу, купить VD Canon. Значит, чтобы надпись выскакивала, опять кликните на эту картиночку. И вот здесь всплывающая подсказка. Пишите купить VD Canon. Дальше. Здесь можно сделать отступы сразу же на картинке. Если надо, допустим, чтобы между этой картинкой платежной системы я не делал. У меня не интернет-магазин. Но в нашей системе можно сделать и с платежными системами. У нас есть скрипты целых магазинов. Это все настраивается. Это все находится в Fantastica Deluxe. Там я видел несколько скриптов. В перспективе у меня просто заказан сайт по интернет-магазину. Я поковыряюсь, может, в сентябрь сделаю интернет-магазин и будем еще разбирать. Будет интернет-магазин по зоомагазину. Ну, пока это все в воздухе витает с клиентом. Ну, посмотрим, что получится. Вот. То есть там просто устанавливается дополнительный скрипт. С базой данных стыкуются. База данных здесь же устанавливается. И все. И получается, как корзиночка. И туда все-таки товары закидываются. И платежная система подключается. Все это можно у нас сделать. Так. Значит, дальше. Как сделать так, чтобы вот эта картиночка у нас стала ссылкой на сайт какой-нибудь. Значит, вверху у нас инструменты вставить, редактировать гиперссылочку. А вот этот инструмент удалить гиперссылочку. Значит, выделенная должна быть картиночка. Кликаем наставить гиперссылку. И здесь пишем URL. Вот тут внизу. Дальше. Какие должны быть события при нажатии на эту кнопочку. Внизу написано открывать в. В новом окне, это значит, когда ваш сайт будет заменен. Нет. Когда. Если в новом окне, это значит, новое окошко будет открыто. То есть, что это означает. Допустим, в новом окне, это значит, вот это одно окно. А новое, это будет новое окно. Следующее открыто. То есть, вот так. Видите? И новое окно. А сам сайт, он как был, так и остался. Если выбрать, открывать в этом окне, тогда будет открытие страницы сайта и страница, которую вы видите, она будет замещена новой страницей. Дальше. Вверху желательно сделать еще такую подсказку. Написать. Перейти там, допустим, в магазин. Либо перейти на такую-то страницу. Либо еще что-то. По желанию. И нажимаете вставить. Дальше. С гиперссылками можно здесь еще другие фокусы проделывать. Например, переместить адрес электронной почты страницы на этом сайте. Страница на этом сайте. То есть, если у вас много страниц на сайте, вы кликаете страницу на этом сайте и делаете, фактически выбираете название той страницы, на которую надо перейти после клика. По данной ссылочке. То есть, сейчас у меня две страницы. Я могу сделать либо на ту, либо на эту. И нажимаете вставить. Естественно, можно сделать всплывающую подсказку и также, как открывать новое окно. Либо в этом окне, либо в новом окне. Вот. Тут есть еще и другие элементы. Но эти элементы сейчас я не буду разбирать. Так. Дальше. Вот эта картиночка, она тоже кликабельная. То есть, кликнув на вот эту картиночку, открывается другая страница, именно с маркетингом. Сейчас опять ролик включится автоматом. То есть, это фактически внутренний переход. По внутренним переходам я только что объяснил, еще раз повторюсь. То есть, кликнули на картиночку. Кликнули на гиперссылку вставить. Выбрали страницы на этом сайте. И в данном случае просто будет переход на вторую страницу по маркетингу. И вот так будет этот URL автоматически сформированный. Дальше. Я выбрал открывать в этом окне. То есть, замещение. Потому что внутри страницы, пускай остается. Внутри сайта. А если нужен переход на какой-то внешний сайт, тогда открывать в новом окне. Так более, я думаю, лучше будет. На абзац или ролик это тоже делается. Я покажу на другом проекте. У меня сделан сайт по просмотру телепередач. И там я как раз делал переход именно по абзац. Называется анкоры или якори, что-то такое. Так. Дальше. Группа ВКонтакте. На Фейсбуке. Значит, с Фейсбуком здесь вообще проблем нет. Так. Как же я его делал? Так, так, так. Ага. Так. Я его... Здесь просто... Вот в этом месте его никак не сделать. Фейсбук. Поэтому я его сделал немножко по-другому. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Ага. Так. Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие друзья! Значит, как сделать Facebook, чтобы был? Ну, к примеру, я сейчас здесь вот так сделаю временно. Вот в этом редакторе у нас есть подключение Facebook. Наводите на вот эту синюю кнопочку. Здесь есть Facebook. Здесь есть кнопка Like и поле Fanpage, и поле Comment. Значит, вот данный способ, данный способ, это как раз я выбрал поле Fanpage. Нажимаете, открывается такая форма. Здесь нужно ввести URL, фан-страницы на Facebook. То есть, что такое фан-страница? Значит, вот она группа. Кликаем на эту группу. То есть, на Facebook она где-то там находится. И вот этот верхний URL выделяете, копируете. И вот здесь URL вставляете. Дальше. Здесь же можно внести изменения в размерах. Значит, минимально поддержана ширина плагина 292 пикселя. В принципе, я пробовал и меньше, и больше, но они правильно сделали, потому что именно при таком разрешении, ширине, страниц, вот этот плагин отображения группы, он как бы более-менее корректно отображает информацию, и более-менее читабельно. Если меньше делать, уже, но там вообще ничего не видно, и не знаю, кто там что увидит. Высоту можете менять как хотите. Дальше. Цветовую схему. Светлую, либо темную. И нажимаете добавить. То есть, вот эта фан-страница поставлена. Значит, чтобы закинуть эту страницу вот сюда, делается такой ход. Переводите вот этот редактор в режим источник, то есть в режим HTML. Если у вас открывается вот так, значит, здесь весь код, он такой, во всю ширину сделан, и много чего не видно, неудобно смотреть. Поэтому, чтобы было вам удобно, кликнуть надо на вот эту кнопочку. То есть, переключать переход текста на следующую страницу. Включить-выключить. Вот так, когда кликаем, и весь код у нас помещается перед лицом. То есть, вот этот код берите, вот так, выделяете и копируете. Переходите сюда, в режим источник нажимаете, опять-таки вот эту кнопочку, желательно, и вот он, этот код, тот же самый. И сохраняете. После этого все становится на свои места. То есть, такую комбинацию можно сделать, все работает. Дальше. Как добавить фан-страницу ВКонтакте? Нажимаете на вот эту, выбираете группу ВКонтакте, которую надо добавить. Здесь конкретно, вот, дом-ленд. Так, я сейчас открою. Видно экран? Поставьте единичку, потому что может выбивать, когда я сменяю браузер. Поставьте единичку, если видно. Хорошо. Значит, смотрите. Чтобы сделать ВКонтакте, вам нужно перейти на вот этой ссылочке. Я вот сейчас брошу. Вот так. Дальше. На этой ссылочке, когда перешли, вам нужно сделать новый виджет. Так. Сайты и виджеты тут есть. Значит, сайты и виджеты. Авторизация сайтов. Так. Виджеты для сайтов. Вот здесь есть виджет комментарии. Есть виджет сообщества. Значит, виджет комментарии, это, ну, для комментариев используется. На сайте у меня он есть тоже. В данном случае сейчас разбираем виджет сообщества. Кликаем на сообщество. Здесь ссылка на страницу. Вот сюда вставляем паблик. Паблик. Так, где там паблик? Сейчас в другом браузе. То есть паблик это вот эта ссылочка, URL. Выделили, скопировали. И вот сюда ссылку на страницу. Вот так выделили и вставили. Все. Дальше. Кто будет, вид какой? Участники, новости, только название. Ну, в данном случае у меня стоит новости. И расширенный режим. Дальше. Ширину выбираете. Ну, в принципе, 220 пикселей можно оставить. Высоту 400... У меня стоит 450 пикселей. А в ширину я вставил 292 пикселя. То есть по ширине фейсбука. Сейчас вернусь. То есть фейсбук вот здесь входит 292 пикселя. И делайте на такую же ширину и другую группу. Группу ВКонтакте. Так, после этого. После этого, значит, высоту установили. Можете цвета установить. По желанию, как говорится. И вот этот скрипт. Вот этот скрипт. Вам нужно скопировать. И вставить в нужное место. Все. Это будет теперь работать. Так, теперь следующий элемент. По сайту. Так, с боковой панели. Так, так, так. Сбоку это все понятно. Значит, вот этот элемент. Шары слайд. Ну, здесь все просто. Переходите на... Вот этот шар и слайд. То есть там, где можно слайды загрузить. И просто берете, наводите на вот этот элемент шары. И где? То есть система нам предлагает на e-mail отправлять, на e-mbed, на WordPress. Шорт-код. То есть там на WordPress каким-то образом вставляется, не знаю, линк. Значит, в данном случае, если надо универсально, то есть независимо от какой... На каком системе управления сайтом сделано. Берете вот этот e-mbed. Вот этот код просто копируете. Размеры, естественно, выбираете нужные, которые вам нужны. Сначала выбрали размеры. И после этого копируете вот этот код. И вставляете в нужное место. И сохраняете. Так. Дальше, значит. По видеороликам. Значит, чтобы видеоролик автоматически запускался, значит, что надо сделать. Включу, перейду на YouTube. Значит, под видеороликом есть кнопочка поделиться. Под любым видеороликом на YouTube. Кликайте, нажимаете поделиться. Выбираете HTML код. Здесь размеры видео. Выбираете нужный размер. Например, эти же размеры можно выставить вручную. То есть, в коде вот это ширина. Width это ширина. Width это высота. Значит, выделяете этот код. И вставляете в нужное место. Естественно, страницу надо перевести в режим источник. Так, сейчас ролик включится автоматически. Значит, в режим источник переводите. И вставляете. Так, что-то подтормаживает. Ну, включайся. Так, давайте на этот перейдем. Так, здесь источник включен. Значит, здесь режим, картинка, вернее, этот видеоролик вставлен. Так, перейдем. То есть, вот этот код, вот этот код. Это как раз тот код, который, вот он скопированный. Значит, вот в этом коде, чтобы у вас ролик автоматически запускался. Вот. Сейчас для сравнения просто включу новую страничку. Значит, вот он этот код. Его нужно будет подредактировать. Значит, вот это ссылочка на сам видеоролик. Так, вот после знака вопроса надо будет дописать несколько элементов. Значит, какие элементы надо дописать. Так, вот эти элементы надо дописать. То есть, вот сюда вставляете после знака вопроса и дописываете. Значит, почему-то добавляет в систему автоматически вот эти знаки. А так получается... Так. Так получается... Так, английский, русский... То есть, должно быть вот так. То есть, autoplay равно единице. Autoplay равно единице. Это значит, видеоролик будет автоматически запускаться при открытии сайта. А Reel равен нулю... Reel равен нулю... Означает, что после просмотра этого ролика не будут на месте этого ролика включаться дополнительные ролики. Потому что пользователь, зайдя на вашу страницу, может просмотреть ролик, увидеть какие-то следом еще ролики и пойти дальше смотреть, и вообще уйдет куда-то. Поэтому я сейчас вам скопирую эту ссылочку как есть. То есть, прям вот эту ссылочку, окончание, вставляете между знаком вот этой кавычки и знаком восклицательного. Дальше, следующий элемент. По ролику. Так, так, так. Дальше. Социальные кнопочки. Социальные кнопочки. Значит, здесь несколько социальных плагинов поставлено. Значит, один вот этот плагин. То есть, он такой, появляющийся и исчезающий. Дальше. Вот этот боковой плагин. Дальше. Еще можно, допустим, вот так выделять. И включается еще один плагин поделиться. Так. И еще добавлены плагины вот эти. Значит, по вот этим нижним плагинам я видеоролик уже сделал. Сейчас просто повторюсь. Все остальные я не показывал, как я делал. Значит, что для этого надо сделать? Так. Значит, есть такой сайт Аптолайк. Значит, вот ссылочка. И на этом Аптолайке можно сделать плагин, который будет выполнять следующие функции. То есть, например, у меня стоит вот так сбоку. И этот же плагин позволяет сделать вот так. То есть, любой текст выделяет, если пользователь появляется, вот эта кнопочка поделиться. Это все делает один и тот же плагин. Там у него возможностей много. Можно сделать и так, и горизонтально, и с левой стороны, и с верху, и внизу. Сейчас я вам это покажу. Так, Аптолайк, модули, сервисы. Вот, создать проект. То есть, желательно, конечно, здесь зарегистрироваться. Нажимаете создать проект. Вводите тут URL проекта. Ну, URL, URL. Какой-нибудь URL надо ввести. Сейчас что-нибудь введет. Так, ладно. У меня есть один сайт, на который я это всему делал. Потому что он будет сейчас ругаться. Вот этот сайт. Нажимаете ОК. Дальше. В открывшемся окошечке значит, здесь сразу показано, как будет выглядеть вот этот плагин. То есть, по умолчанию, он горизонтально будет выглядеть. Теперь дальше. Сделаем настройки. Назначение. Шары. Пик шары, лайк, фоллоу и счетчик. Значит, у меня стоит шары. Шары это значит поделиться. Пик шары не знаю, что такое. Лайк, это просто лайкать. Фоллоу, то есть, следуй за мной. Счетчик, значит счетчик какой-то. То есть, можно поэкспериментировать, выбрать нужный вариант. Дальше. Расположение. Горизонтальное. То есть, будет вот так. Слева, значит, будет с левой стороны. Соответственно, справа, сверху, снизу. У меня на сайте стоит справа. То есть, вот так. Дальше. Следующие настройки. Показывать счетчик. Показывать, либо не показывать. То есть, счетчик, означающий, сколько раз кликнули поделиться. Дальше. Раздельный, либо общий. Раздельный, либо общий. То есть, если раздельный, будет, значит, по каждому... Возле каждого элемента показывать цифры, сколько раз лайкнули. Либо общий, значит, общее количество лайков. Дальше. Следующий элемент. Дополнительные возможности. Цитирование. Following. Кнопка вверх. То есть, если вы делаете с правой стороны, то кнопка вверх, конечно, желательно сделать. Потому что, если длинный сайт, тут может потенциальный клиент кликнуть, и страница вверх прокрутится. Автоматически. Дальше. Цитирование. Цитирование, это означает... Вот тут есть подсказка. То есть, при выделении части текста пользователь предлагается выделить им... Поделиться им со своими друзьями в социальных сетях. То есть, это получается вот эта штука. То есть, когда выделяет текст пользователь, открывается вот эта кнопочка. Кнопочка поделиться. То есть, независимо, какой текст, все работает по всему сайту. Так, дальше. Following. Following. Following, это тоже интересная штука. Она позволяет сделать... То есть, появляется вот это окошечко, после того, как потенциальный пользователь, зашедший на сайт, кликнул кнопочку поделиться. Открывается вот это окошечко. И здесь вы можете настроить так, чтобы у пользователя была возможность прийти следом за вами на вашу какую-то фан-страницу, где-то в ваших социальных сетях. Значит, как это настраивается? То есть, после того, как мы нажали вот этот following, открывается вот это поле. То есть, настройки follow. Значит, здесь вы можете установить... Сейчас увеличу. Facebook. То есть, после косой черты Facebook, вы устанавливаете здесь свое название вашей страницы. Вот, допустим, к примеру, я наберу Facebook, кликаем на себя. То есть, идет название Facebook, дальше, косая черта и ваш номер, либо ваше название, ваш линк, фактически, на Facebook. Вы копируете вот это окончание и вставляете сюда ваш ID. Аналогичным образом делается в ВКонтакте, в Одноклассниках, на Google+, на Твиттере, Инстаграме, Pinterest, LinkedIn, LoveJournal и так далее. Так, на YouTube то же самое окончание и во многих местах. Все остальное вы можете менять, не менять, не столь важно. И вот эти кнопочки, вот эти кнопочки, они будут отображены на вот этой странице. Далее, значит, настройка стилей. То есть, средняя настройка вот эта, кликайте. Здесь можно выбрать, значит, сейчас эту страничку, чтобы все вместе показано было. Значит, настройка стилей. То есть, размер иконочек большой, то есть, больше будет средний, малый. Значит, у меня на сайте стоит средний вариант. Дальше, форма такая, округленькая, округленькие будут иконочки, там, квадратненькая, либо просто квадрат, без закругленных углов. Закругленными углами как-то более комфортно выглядит. Дальше, вы можете сделать эффект при наведении. То есть, поворот по часовой стрелке, например. То есть, что это означает? Наводит человек вот так мышкой, и получается вот такой спецэффект. Либо там увеличение кнопки можно сделать. Навели, кнопка увеличивается. Дальше, стили. Это будет отображение самих кнопочек. То есть, можете подобрать любой стиль, какой захотите. У меня стоит вот этот стиль, то есть, чтобы счетчик был с правой стороны. Дальше, фон кнопок. Либо без фона. А, тут можно выбрать. Либо уже, ну вот так. То есть, можно поэкспериментировать. И размер текста счетчика. То есть, побольше, поменьше. Размер. Так. Теперь еще можно выбрать здесь количество вот этих социальных сервисов. Где это выбрать? Вот здесь есть кнопочка выбрать социальных сетей. Выбор социальных сетей. И ставите просто птичку на ту социальную сеть, которая вас интересует. И автоматически это все отображается здесь. После вот этих всех настроечек, вам нужно взять код. Поэтому, здесь есть кнопочка, справа вверху, получить код. Кликаете. Вот он код. Можно отправить по почте. А можно ОК нажать. Ну, отправьте себе на почту, чтобы вы потом его не искали. Значит, Ctrl-A нажимаете, автоматически выделяется полностью все, весь код. И Ctrl-C скопировать. И вставляете в нужное место на сайте. Значит, тут есть нюанс такой. На нашем конструкторе. Значит, если вы вставляете просто на странице, в разделе источник, тогда этот код у вас будет работать только на данной странице. Если вам надо сделать так, чтобы на всех страницах этот код работал, надо выбрать схему модели. Вот я вам сейчас покажу, где я это все сделаю. Значит, чтобы на всех страницах, на всем сайте работал. Я установил это все в верхней части. То есть, назвал верхнюю часть топ. И вот тут нажал, нажимаю Edit. Сейчас вам покажу. Значит, все скрипты у нас здесь отображаются вот таким образом. Нажимаем источник. Вот так. И вот здесь вот он скрипт. Вот этот скрипт, это фактически есть тот скрипт, который я только что скопировал. После этого данный плагин будет работать на каждой странице вашего сайта. Так, теперь следующий элемент. Вот этот элемент, это уже другой плагин. Значит, сейчас я вам покажу. Так, это будет элемент, сейчас, access, социальные плагины, напряги, извилина называется. Значит, вот эта ссылочка. Значит, вот по этой ссылочке перейдете, сможете воспользоваться данным плагином. Значит, здесь надо будет на этом сайте зарегистрироваться. Значит, в данном случае я уже вошел. Нажимаете дэшборд. И вы попадаете на страницу, где формируются все кнопочки на сайте. Можно перевести, можно переводить. Это не столь важно. Ну, кто хочет, может перевести. Значит, здесь есть кнопочки платные, 12 долларов в месяц, а есть бесплатные. Ну, давай же загружайся. Так, так, так. Так, это не то. Половинг, половинг что ли. А, вот эта кнопочка Total Gallery. То есть, Total Gallery, это здесь вы можете выбрать нужное отображение в нужном месте соответствующих кнопочек. Значит, по факту тут получается, вот каждый из этих отдельных элементов вы можете выбрать и настроить. То есть, там, где написано PRO, это будет платный вариант. Но есть здесь бесплатные варианты. Так, что-то я разогнался. Значит, бесплатный вариант под названием FREE. То есть, данный плагин показано, что он будет вот так выглядеть. Когда наводите, тут показано вот так. То есть, вот так будет. Значит, я использовал раздел вот follow tools. То есть, follow, это сланч следует за мной. То есть, вот этот плагин я использовал. Как раз он вверху, в углу выдвигается, сдвигается. В принципе, вы можете потом поэкспериментировать с любым из этих плагином. Потому что фишка вот этого сервиса заключается в том, что вы можете выбрать, допустим, один какой-то плагин здесь. Взять код, вставить на сайт. Потом, в любой момент, делая манипуляции на самом сервисе Exist, у вас автоматически все будет меняться на вашем уже сайте. Потому что код добавлять уже не надо. То есть, вот в этом особенность заключается данного сервиса. Теперь дальше. Вот он у меня уже выделен, этот плагин, который установлен на моем сайте. Я нажимаю раздел setting. То есть, здесь уже показано, что вот так будет выглядеть. Значит, как это сделать? Title. Следуй за мной. То есть, title это вот это название. Пишите, как захотите. Я написал, следуй за мной. Дальше. Вот эти кнопочки, мы их тоже выбираем, которые нам нужны. То есть, сервисы. Здесь дописываете. То есть, начало уже есть в Facebook. Окончание пишите, как у вас ID, ваш ID с учетом. Дописываете. Соответственно, Twitter. LinkedIn. Дописываете. Google+. YouTube. И так далее. То есть, все, что вы хотите. Все это будет отображено. Дальше. Можно также вот эту ленту RSS добавить. Теперь дальше. Под поводу темы. Если вы выбираете без цвета, то у вас будет бесцветный, соответственно. Это не очень удобно. Бывает, если нужно как-то контрастно, чтобы выделялось. Поэтому лучше, конечно, либо белую, либо серую, либо черную. У меня в данном случае стоит белый цвет. Дальше. Надо будет еще активировать. Значит, у вас будет кнопочка вот здесь Activate. Нажимаете Activate. И все. Если вносите потом изменения, нажимаете кнопочку Update. Есть также Show More Options. Это дополнительные опции. То есть, Hit Home. То есть, показать. Hit. Скрыть на Home странице. На главной странице. Скрыть, либо не скрыть. Что скрыть, я не помню. Можно поэкспериментировать. Дальше. Здесь разрешение в пикселе. Ширина вот этого плагина. Насколько он будет выскакивать. Дальше. Вертикальное отображение. То есть, где он будет. Либо сверху, либо потом. Потом. Не знаю, как переводится. И так далее. Значит, после того, как вы активировали. Вам нужно взять код. Значит, где этот код взять. В любом случае. Наверх подняли. И вот здесь есть название. Get the Code. Кликаете сюда. И вот ваш код. Берете. Копируете этот код. И вставляете в нужное вам место. Так. Нужное вам место. Значит, в данном случае я вставил, естественно, вот в этой верхней части. То есть, вот он, этот скрипт. Так. Скрипт, скрипт, скрипт. Вот до сюда. То есть, вот этот. С7, адзис, кон и так далее. И после этого сохраняете. Значит, также этот же скрипт вставляете именно вот здесь. Чтобы на каждой странице было отображение данного плагина. Так. Следующий сложный элемент. Это элемент вот этих комментариев. Значит, как делать с комментарием. В данном случае у меня комментарий расположен на каждой странице. Соответственно, это нужно сделать именно вот в этой форме. Нижнюю часть берете. Нижнюю часть и на плюсик нажимаете. У вас откроется чистая форма. И она будет как раз у вас под балом. И здесь делаете полностью нужной красоты ваш под бал. Все можно редактировать. У меня уже просто настроено. Нажимаю edit. Так. Вот он. Добавить комментарий. H4. То есть, четвертый шрифт я установил. Вот это четвертым шрифтом идет. Дальше. Сделал таблицу. Верхняя строка таблицы содержит две ячеечки. То есть, на ВКонтакте и на Facebook. Нижняя строка, она полностью длинная. Содержит комментарии такого сервиса по названию Disqus. Значит, как я это сделал. Здесь немножко пришлось повозиться. Вот, на эту кнопочку можно нажать и увидеть. То есть, вот эта полосочка, она показывает таблицу. Значит, вот в эту ячеечку вставлен код ВКонтакте. В эту ячеечку вставлен код Facebook. Вот здесь вставлен код Disqus. То есть, здесь надо быть очень внимательным, чтобы вот так все распределить. Потому что здесь придется ковыряться именно в коде. Начинаем все это делать с создания таблицы. То есть, как делать табличку. Нажимаете на значок табличку. Вставить табличку. Значит, строки. В данном случае две строки. И два столбца. Ширину 100%. Автораспределение ширины. Либо фиксированная ширина столбцов. В данном случае у меня фиксированная ширина столбцов. Так, перераспределение столбцов. А, вот распределение ширины по содержанию. Значит, у нас ширина столбцов, если делать вот так, как у меня. Значит, вот эта ширина 450 пикселей. И вот эта ширина тоже 450 пикселей. Поэтому, когда мы будем брать код для ВКонтакте и для Фейсбука, нам нужно выбрать ширину именно 450 пикселей. Так, значит, как вставить табличку. Вернусь сюда. Строки. Две строки, два столбца, ширина 100%. Автоматическое распределение ширины по содержимому. В разделе опции оставьте пока единичку, чтобы вы видели визуально границы таблицы. И нажимаете вставить. То есть, вот она табличка появилась. Теперь сразу же сделайте так, чтобы кликая сюда, у вас содержимое таблички было по центру. То есть, нажимаете центр. То есть, вот. Кликнули сюда, тоже нажали центр. Дальше сюда центр и сюда центр. Теперь дальше. У меня сделано так, чтобы в нижней строчке было объединение вот этих двух ячеечек. Как их объединить? Наводите, допустим, вот в эту кнопочку, вот в эту ячеечку, кликаете правой клавишей. Здесь всплывает такое подменю. То есть, удалить строку, удалить, объединить ячейки. Нажимаете объедините ячейки. Здесь выбираете количество столбцов, количество строк. В данном случае получается количество столбцов. И система автоматически нам показывает, что именно вот это будет объединенное. Нажимаете применить. То есть, таким образом мы в таблице сделали три ячейки. Вверху ячейка слева, справа и посередине. И с самим содержимым посередине. Теперь в каждую из этих ячеек нужно вставить код. Теперь где берем этот код? Так, это будут комментарии. Комментарии, виджеты. Так, идем в раздел на ВКонтакте сайты и виджеты. Дальше. Берем раздел комментарии. В этом разделе комментарии. Так. Так, так, так. А где тут создать? У нас же просто сделано. Так. Сейчас, минутку. Комментарии. Запись на стену. Мне нравится. Авторизация. Так. Комментарии. Вот комментарии. Комментарии. А, вот, подключить новый сайт. Вот, нажимаете подключить новый сайт. Далее, здесь надо будет заполнить следующие поля. Название сайта. Соответственно, берете название сайта. Адрес сайта. То есть, ваш URL, где будет данный виджет находиться. Дальше. Дальше. Основной домен сайта. И тематика сайта. Эти все данные заполняете. Дальше. Выбираете количество комментариев. Сколько будет? Видно. 5, 10, 15, 20. Ну, ставьте, допустим, 10. По умолчанию. Здесь можете оставить, включить расширенный комментарий. И здесь ширину. Значит, 520 пикселей в нашем случае не подойдет. Нам нужно сделать 450. То есть, удаляете вот это все. И пишите 450 пикселей. Почему 450? Значит, напомню, что ширина вот этих картинок вверху, я вчера рассказывал, идет 940 пикселей. Соответственно, нужно какое-то количество пикселей на поле с правой стороны от содержимого текста и на поле с левой стороны от содержимого текста. Итого, получается, допустим, здесь уйдет по 10 пикселей. С левой и с правой стороны 940 минус 10 и минус 10. Это уже будет 920. Ну, и еще надо сделать поле, чтобы было пустое, между данными виджетами. То есть, вконтакте и в фейсбуке. То есть, здесь пробел. А не чтобы было, так скажем, слипно. Поэтому я высчитал 940, достаточно оказалось. Так, ставите 450 и нажимаете сохранить. После того, как вы сохранили, вот этот код надо скопировать и вставить в нужную ячейку. То есть, как его вставить? Чтобы вам было проще, кликнули на вот эту ячейку посередине и нажимаете источник. То есть, автоматически вот здесь стала у нас мышка. Выделена текст. Значит, если вы разберетесь, как работают теги, таблицы, это будет хорошо, потому что вы будете проще ориентироваться вот в этом коде. Значит, вот этот код tbody, это уже начало таблицы. То есть, нет, вернее, вот это table. Table это начало таблицы и касая черта table, конец таблицы. Значит, здесь tr, tr, это тег, то есть, вот это tr, tr, это начало тега строки. td, tg, это начало тега ячейки. Так вот, получается, первая ячейка, это вот это содержимое. Вот это абракадабра, это не что иное, как пробел. То есть, символ пробела. Вы прямо его выделяете, потому что вам пробел там не нужен. И вставляете вместо этого код. Все, чтобы дальше не путались, потому что следующий код надо будет вот сюда вставить. Это будет код Facebook. А ниже, вот этот код, это вместо вот этого пробела вставляете как раз следующий виджет, если вы захотите, допустим, диск споткнуть. Если он вам нужен будет. В принципе, на многих сайтах, я заметил, ставят ВКонтакте и Facebook. Дискусс, он как-то не сильно распространен, но в то же время встречается. Поэтому это уже пожелание. И после этого всего, естественно, нажимаете значок «Сохранить». Так, значит, дальше. Вот эта нижняя часть, это я обычно дописал и воспользовался... Значит, у нас есть... Значит, вот так выделяем текстовочку. И вот здесь есть раздел «Стили». Можно выбрать разные стили. Допустим, вот розовым цветом будет. Выделили. Допустим, каким-то другим цветом. Вот таким. То есть, это стили уже самого текста. То есть, как угодно вы можете сделать. То есть, вот таким способом. Далее. Вот это, это не что иное, как ссылка на мой основной сайт. То есть, как сделать ссылочку? Точно так же. Выделяете ссылочку. Выделяете потенциальный текст, на который клиент должен кликнуть. Естественно, видите, когда наводит клиент мышкой на данную ссылку, появляется всплывающая подсказка. То есть, я отвел, подвел, всплыла подсказка. Спросил сайт Сергея Чиракова. Значит, как это все сделать? Выделили. Вверху на гиперссылку. Здесь пишите URL, куда надо сделать переход. И здесь вверху пишите всплывающую подсказку. И естественно, внизу открывать в этом окне, либо в новом окне. Все. И нажимаете сохранить. Ну, вставить. То есть, таким образом делается любая ссылочка на любую страницу. Так, с подвалом разобрались. Так, следующий элемент. Следующий элемент. А, я вам не рассказал, как вот этот виджет ВКонтакте, ой, на Фейсбуке сделать. Сейчас покажу. Сейчас загрузится страница. Значит, чтобы сделать, Если вы хотите сделать комментарий на Фейсбуке, можно пойти конечно на Фейсбук, там взять код, но можно воспользоваться гораздо более простым способом. Значит, в схеме модели у нас Фейсбука нет, у нас есть ссылочка на возможность сделать этот комментарий на Фейсбуке с помощью вот этого виджета, то есть наводите сюда Фейсбук и поле коммент, значит где-нибудь кликнули, вот так например, навели, поле коммент, дальше здесь отображение комментариев, то есть два комментария будет либо сколько-то и ширина 470, но оставьте допустим 450, чтобы у вас было одновременно слева и с правой стороны по 450. Дальше, цветовая схема, светлая либо тёмная. Здесь же можно это всё увидеть. Тёмная будет вот так выглядеть, светлая соответственно будет светлой. Всё, и нажимаете добавить. Значит, вот появилось вот такой виджет. Теперь возьмите этот код, как взять код, кликаете на источник, вот сюда, он автоматически уже выделен. Просто его копируете и в схеме модели в нижнюю часть, в нужное место ячеечки в таблице вставляете вот этот код. Всё. Виджет у вас уже готов. Дальше, по дискусу. Поставьте единички, дискус рассказать либо не стоит, потому что там действительно посложнее будет. Ну ладно, хорошо, сейчас попробую. Дискус, дискус, вот там, дис, дискус. Значит, на дискусе вам однозначно придётся регистрироваться. Здесь всё на английском. Так, как я делал, сейчас буду вспоминать немножко. Так, 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 дискавер, как правильно называется? Ну, дискус называется. Так, вот это дискус. Так, наводите на шестерёночку. Здесь, 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 здесь. Так, ну, вам однозначно надо будет свой профиль заполнять. То есть, ваш сайт заполнять и так далее. Аватар можете загрузить. Так, что-то ругается. Дальше, сервисы. Подключаете всякие разные. То есть, это всё стандарт, как в любой социальной сети. Дальше, для каких сайтов вам нужно оповещение. Дальше, аккаунт. Всё это заполняете. Application. Merging. Так, дальше. Дальше. Дальше надо будет добавить сайт. Где-то тут добавить сайт было. Давайте я сейчас делаю просто переход со своего сайта. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Дмитрий Косулин и сегодня расскажу о компании. Значит, значит, значит. Так, так, так. Бестфу. Вот тут внизу есть это дискурс to your site. То есть, добавить дискурс на ваш сайт. Кликайте сюда. Значит, здесь adddiscurs to your site написано. Кликайте. Вот. Открывается вот это поле. Значит, надо написать название вашего сайта. Ну, допустим, так. Здесь пишите уникальный дискус url. То есть, это будет внутри дискуса. На английском языке здесь пишите. Допустим, my site. К примеру, так. Дальше. Здесь выбираете категорию. То есть, в какой категории ваш сайт относится. Дальше. Здесь нажимаете кнопочку. Нажимаете кнопочку. Дальше. Здесь нам предлагается несколько вариантов. Значит, если у нас WordPress. Кликаем на WordPress. Берем соответствующий код. На WordPress есть плагин. Надо будет его установить. То есть, здесь сказано, что WordPress admin select plugin add new. То есть, добавить новый плагин. И выбираете плагин дискусс. Дальше. Install, ну, activate plugin. То есть, активировать этот плагин. Дальше. Дальше. Процесс. Установки. Согласно инструкции. И дальше. Locking to Discus. То есть, Discus account надо будет ввести в поле там, где предложат ввести. То есть, вот пример вот так. То есть, вот это. Уже подсказочка выставлена. Потому что название я вначале указал. Название сайта. То есть, вот это название уже стоит в скобочках. Это надо будет туда внести. В этот плагин. И нажать кнопочку verify. Verify. То есть, подтверждение. Дальше. Если. У вас. Сайт не на WordPress. На блогере. Соответственно. Нужно будет. Соответственно. Другие манипуляции делать. Здесь все расписано. То есть, Discus tools. Import. Смотрите инструкции. Здесь будет по-другому. Значит. У нас. Я сделал по-другому. Вообще. То есть, я взял универсальный код. Также здесь уже как бы встроенные. Если CMS у нас. Timber. Squares. Там. TipPaid. Drupal. Joomla. То есть, там уже своя специфика есть. Там просто есть специальные плагины. И вы добавляете по инструкции название. Как вы здесь регистрировались. Значит. Если вы берете универсальный код. Это независимо от платформы. На которой работает у вас сайт. Значит. По универсальному коду. Значит. Берете вот этот код. Копируете. Вставляете в нужное место сайта. И копируете вот этот код. Тоже вставляете в нужное место сайта. Все должно быть в кучке быть. И после этого. Будет все работать. То есть. Вот это есть определенная заморочка. Дальше. Здесь можно еще настройки сделать. То есть. General. Так. Что это будет. General. Это то, где мы находимся. А нет. Это значит. Именно по данному сайту. То есть. Сколько комментариев. Тут и модерация где-то есть. То есть. Все. Все можно настроить. Это нужно просто почитать. Разбираться. На каком языке будет. То есть. Выбираете язык. И так далее. То есть. Все это настраивается. Твиттер можно тут же подключить. То есть. Основной момент. Как установить вот этот код. То есть. Взяли вот. Advertise. Так. Advertise. Где модератор. Фильтр. Диск. Установить. Install. То есть. Нажимаете кнопочку вот эту. Install. И. Выбираете. Нужную. Вам. Систему управления сайтом. Допустим. Универсальный код. И. Вставляете. То есть. Копируете верхний код. Вставляете. И. Копируете нижний код. И. Вставляете. Следом же. За верхним. И. Все у вас будет работать. Так. С дискуссом. Разобрались. Следующий элемент. Форма. Форма. Форма обратной связи. Как это все делается. Значит. Форма. Для чего она нужна. То есть. Пользователь может. Заполнить эту форму. И вам придет. Например. Сообщение. Форма. Как здесь указано. На вашу электронную почту. Которую вы указали при регистрации формы. Значит. Где делаем форму. Форма. Форма. Так. 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 Это не та страница. Форма. Так. Значит. Форма. 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 Вот здесь у меня уже вставлена эта форма. Вот. Сразу. Границы формы показаны. А теперь дальше. Значит. Как ее вставить. Кликайте допустим в нужное место. Нажимаете вот посередине. Наводите вот сюда. Здесь есть форма. Кликайте на форму. Значит. Здесь несколько вариантов. Как бы с шаблонами нам уже предложено. Вот это название той формы. Которая у меня уже стоит на сайте. Значит. Можно в любой момент добавить сколько угодно форм. Допустим. Вот форма. Ну. Представленный продукт например. Здесь же кстати на форме у нас. Можно подключить PayPal. То есть платежную систему сразу. Сейчас я вам покажу где это все делается. Так. Контакт и Submit Product. Так. Представленный. Вот. Submit Product это вот как раз я кликнул представленный продукт. И можно нажать допустим предпосмотр. Можно редактирование. Допустим предпросмотр. То есть как она будет выглядеть. Нажимаете. И можете посмотреть. То есть форма вот так будет по умолчанию стоять. Все будет на английском языке. Это все. Все эти данные можно заменить. Значит. Как изменить. Наводите. Открывалась под меню. Значит. Форма редактирования. Нажимаете. Здесь открывается форма редактирования. Значит. Продукт name. Кликнули. И удалили. И пишите нужное слово. Название продукта. Дальше. Кликнули. Description. Описание. Дальше. Price. И так далее. Далее. Значит. Все вот эти элементы. Они есть вот с правой стороны. То есть. Здесь есть элементы. Они. Буквально мышкой перетаскиваются. Нужное вам место. То есть. Вот так тащите. Так. Вот. Click to me. То есть. Кликни меня. Удалить. Значит. На крестик нажимаете. Hit. Heading. Heading это заголовок. Ну. К примеру. Сейчас вниз туда закину. Что такое. Компьютер. Тормозит. Так. Так. Textbox. То есть. Textbox. Значит. Вот. Click to me. Это. Фактически. Textbox. Как вот это. Где название продукта. Это тоже самое будет. То есть. Можно поэкспериментировать. Понатыкать их. Как бы. И понять. Что каждый элемент означает. То есть. Checkbox. Это там. Значит. Кнопочка. Опция. То есть. Опции. Выбрать. И. Также. Каждый из этих элементов. С правой стороны. Он настраивается. Значит. Вот допустим. Checkbox. Кликнули сюда. Значит. Label. Label. Это название. Вот я допустим. Пишу. Название. Значит. Выбор. Кликну. Куда-нибудь в сторону. Опять вернусь на нее. Так. А. Не отображается. Выбор. Так. Required. Required. Это значит. Обязательно. Либо нет. Если. То есть. Чтобы появилась у нас. Вот эта звездочка. То есть. Что это означает. Если. Человек. Не заполнил. Данную форму. Он не может нажать. Кнопочку. Submit. Если вам. Не. Жесткое условие. Заполнение. Тогда. Можете поставить. Но. И. Вот эти элементы. Они. Под каждым. Вот этим. Под каждым этим элементом. То есть. Все настраивается. Дальше. Options. Тут естественно. Можно все. Поменять. То есть. Название. То есть. К примеру. Опция. Один. Нажимаете. До. Видите. Изменилась. Опция. Один. А было по английски. Options. То есть. Можете. Свои названия написать. Нажимать. Дон. И. Можно их еще продолжить. Допустим. Опция. 10. К примеру. Нажимаем. Дон. Появилась уже. Четвертое. И. Так далее. Сколько надо. Можно сделать. Если этот элемент не нужно. Нажимаете на крестик. Так. А. Дальше. Когда вы сделали эту форму. Надо указать. Емейл адрес. Кликайте сюда. Емейл адрес. Здесь. Емейл адрес. Вот так. Выделяете. Удаляете. И пишите. Нужный вам. Емейл адрес. То есть. На этот емейл. Будет отправлена. Содержимая форма. А. Дальше. Тема. Письма. Можете оставить по английскому. Ну. Мы работаем в русскоязычном. Сегменте. Поэтому. Пишите. Тему. По русски. Дальше. Здесь. А. Спасибо. За. Сабмитинг. За сообщение. Мы. Сообщим вам. Мы. Ответим вам. В ближайшее время. То есть. Вот это. Удалите. И напишите. На русском языке. Дальше. Форм. Шоу. План. Текс. Есть. Есть. Но. Так. Вот это что-то я не помню. Что означает. Форм. Шоу. То есть. Форма. Показывает. План. Текст. Какой-то текст. Дальше. Тип формы. Отправить на почту. Либо по внешнему скрипту. Если вы выбираете внешний скрипт. То нам нужно внешний URL адрес указывать. С внешними скриптами я здесь не работал. Не объясню сейчас. Я работал только установил отправку на почту. После того как вы все монопуляции сделали. Вы нажимаете либо кнопочку save. Либо save and preview. Save and preview. То есть сохранить и посмотреть. То есть он не спрашивает. Fails. Continue. Ну допустим. А. Не за вам e-mail. Не за вам e-mail. То есть. Вот такая форма получилась. Так. Так. Удалю. Дальше. Здесь есть еще форм properties. То есть свойства формы. Нажимаете на свойства формы. И здесь уже у вас можно выбрать настройки самой формы. То есть вид ширина формы. 100%. Что означает. Это значит на всю ширину страницы сайта будет данная форма. Не всегда это удобно. У меня стоит меньше чем 100%. То есть. Просто удаляете. Нужные. И нужные цифры вам пишите. Допустим. 70%. Дальше. Титл. Пропало изображение. Замечательно. Давайте еще раз. Показываю. Поставьте единичку если пошло. Хорошо. Значит. Смотрите. Друзья. В форм properties, когда вы нажимаете, открывается именно свойства самой формы. И с правой стороны внизу мы эти свойства можем изменить. То есть width это размеры ширины формы. Если по умолчанию стоит 100%. Естественно это будет вся форма растянута на всю ширину страницы. Сделайте меньшую ширину. Нужную вам. Дальше. Тайтл. Тайтл это название. Название формы. Вверху. Дальше. Фонт. Фонт шрифт. Дальше. Фонт сайз. Размер шрифта. Там. Двенадцатый. Либо какой дальше. Фонт кола это цвет шрифта. Фонт статус. Энэйбл. Либо десейбл. То есть показана будет форма либо отключена. Спам чек. Вот это тоже важный момент. Спам чек. Это защита от спама. Здесь можно кстати еще капчу ввести. А где то здесь была капча. Радиом бутон. Рэдфул. Так. Чек. 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 Где то капча была. Тайм. Файл. Уплоуд. Файл. Уплоуд. Это виджет который нам позволяет сделать загрузку файла. Тайм. То есть обзор. Бутон. Кнопка. Дата. Так. Допустим. Сюда кинкну. То есть. Вот этот виджет позволяет сделать даты. Ну здесь он ругается. Потому что. Спам чек. Что там. Рекординг. Джаваскрипт. Ивуфор. Код. Какой то там код что ли. Так. Кроме того. Значит есть у нас возможность выбрать тему. Вверху на тему кликаем. По умолчанию у нас есть как бы четыре темы. То есть тема два. Так будет выглядеть. Три. Четыре. Кроме этого можно всегда каждый из этих элементов выбрать вот здесь. То есть по цвету который вам понравится. То есть фактически как дизайнер. Так. Выключу. И вот это выключу. Уйти. Значит. Теперь покажу свою форму. То есть. От теории к практике. То есть. Моя форма она вот. Навожу. Форма редактирования. Было все по английски. Соответственно. Заменил. Заменил все. На русский язык. То есть. Имя. Фамилия. Емейл. Телефон. Верхние элементы. Они одни и те же. То есть. Это вот этот элемент. Хейдинг. Дальше. Скайп. Необязательно поставил. И. Ваше сообщение. Кнопочка. Все. Да. Еще такой момент. Я обещал по оплате. Здесь у нас можно подключить форму оплаты через PayPal. Вот тут есть Payments Tool. Значит. Вот так кликаем. Есть PayPal. Переносим. Вот эту кнопочку PayPal. Нужно нам место. Так. Чего не переносишься. А. Надо настроить. То есть. Здесь нам система предлагает ввести аккаунт на PayPal. А. Платежную систему. В чем? В долларах. Либо там в какой-то другой валюте. Дальше. Regular. Require Adress. Не знаю, что это такое. И. Надо. То есть. Здесь написана инструкция. Надо просто прочитать. И сделать далее. 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 То есть. Фактически. Это подключение оплаты через PayPal. Прям через форму. После этого естественно все сохраняете. И у вас будет форма работать. Теперь дальше. Как вставить эту форму. Значит. Навели нужную вам форму. И здесь кнопочка вставить форму. Нажимаете вставить форму. И вот она. Эта форма уже готова. Вот это была моя уже вставленная. А вверху стоит форма, которую я еще раз продублировал. То есть. Надеюсь с этим понятно будет. Так. Следующий элемент. Следующий элемент. Следующий элемент. Так. Следующий элемент. Вот эти кнопочки. Значит. Как их сделать. Значит. Это у нас будет следующий социальный плагин. Значит. Социал Лайкс. Социал Лайкс. Про него я делал уже видеоролик. Могу повториться. Сразу задам вопрос. Повторять или не надо? Потому что видеоролик я делал буквально недавно. Выкидывал. В открытом доступе. Поставьте единичку, если надо повторить. Двоечку, если не надо. 14. Значит. Социал Лайкс. Значит. Вот. Вот. Она ссылочка. Зашли на этот сайт, здесь два варианта, есть русская версия, есть английская версия, они немножко отличаются, то есть сами видите, разные виджеты, поэтому кликаем по русски. Дальше, у нас возможность выбора скина, то есть по умолчанию очень хорошо получается, вот так наводите, он как бы меняет оттенок, можно классический выбрать, можно плоский, можно вот такой, дальше, горизонтальный, вертикальный вариант, одной кнопкой все будет, делайте горизонтальный, если под что-то выставлять, допустим как у меня под видеороликами. Дальше, счетчики, ну конечно желательно поставить счетчики. Дальше, какие сайты, Facebook, Twitter, Google и так далее. То есть то, что вам нужно, оставляете, не нужно, допустим, Twitter удалили. Google не нужно, удалили. Pinterest если нужно, вставляете Pinterest, но по использованию Pinterest, я там не зарегистрирован, но я так понимаю, нужно какой-то URL картинки для Pinterest обязательно, вот здесь подсказка есть внизу, то есть сюда кликаете и какую-то картинку там надо добавить, поэтому я делаю без Pinterest. Дальше, вот здесь, вот я сейчас удалю, здесь адрес страницы, то есть если отличается адрес страницы, где различные кнопки. То есть кликнули и адрес страницы написали. Дальше, название. Пишите название, соответственно. Дальше, Twitter, VR, имя твиттера. Ну, я это не делал, не заполнял. Далее, кнопочка такая будет внизу, скачать кнопки. Так, показать в папке. То есть вот она кнопочка, social likes. Значит, содержимое этого архива придется немножко подредактировать под себя. Значит, заранее его распакуйте. Так, сейчас куда-нибудь его распакуем. Так, допустим, рабочий стол. Так, сделали папочку, сюда перекинули этот файл. Правой клавишей кнопки, кликнули и извлечь. Все, распаковали данный архив. Открываем. Здесь три файла. Значит, что с ними надо сделать? Значит, вот этот social like.birбан мы загружаем в корень сайта. Social like.min это JavaScript. Загружаем, допустим, в раздел JavaScript. Так, а в индексе это html-код, который надо будет отредактировать. Значит, кликаем правой клавишей. Вам надо будет установить в любом случае программу, ну, желательно, но tpad++. Она очень удобна, очень удобный редактор. Поудобнее, чем блокнот. Кликайте. Значит, открывается данная страница. Здесь придется поработать с кодом. Значит, из этого всего удаляете вот этот нижний хлам. Он не нужен. Дальше. Вот здесь, здесь, вот в этом разделе можно все подредактировать. Допустим, вот в контакте, ну, можно так длинно не делать, а написать, допустим, vk. Одноклассники написать... Как они пишутся? Одноклассники. Дальше. Также вы можете, допустим, поменять их местами. То есть, выделили, выразили, допустим, и сюда вставили. То есть, как угодно можете менять, друг за дружкой. Как вам понравится. Дальше. В этом коде вам нужно будет указать путь вот к этому файлу. Сейчас чуть повыше сделаю. Так. Вот так, чтобы было видно. То есть, вот этот social.likes.mini.javascript это вот он, файл. Его загрузите на хостинг и нужно здесь прописать путь. Дальше. Вот этот файл позже надо подредактировать. Этот файл вы... Точно так же. Вот он. Birman. CSS. Вот окончание CSS документов. Значит, этот файл тоже загружаете на хостинг и надо будет здесь просто указать путь. Дальше. Все остальное ничего не меняете. Значит, вот эта ссылочка. Это подключение библиотеки Ajax напрямую с Google. Можно подключить эту же библиотеку. По-моему, у нас тоже на хостинге она уже встроена. Вот этот social likes это оставляйте как есть. Вот этот титул. Ну, по желанию. Хотите оставьте, хотите удалите. Дальше. Дальше. Загружаем вот эти два файла на хостинг. Как это сделать? Переходите в c-panel. Открываете раздел файлы. Диспетчер файлы. Можете выбрать сразу свой домен либо в корне, либо сразу, допустим, в поддомене. Вот у меня в поддомене стоит DomLand. И нажимаете идти. То есть, вверху здесь уже будет путь указан к вашему сайту. В данном случае у меня в поддомене, поэтому это будет в отдельной папочке уже сделан сайт. С правой стороны это содержимое сайта. Значит, в корень этого сайта загружаете вот этот файл. Как загрузить этот файл? То есть, с окончанием css. Нажимаете вот эту кнопочку, папочку загрузить. Нажимаете обзор. И, соответственно, ищите этот файл, где у вас на компьютере. Он у вас загружается. Дальше. JavaScript. Загружаете в папку, так и написано, JavaScript. Открываете. И прямо сюда загружаете. Вот у меня уже здесь загруженный. Точно так же. Загрузить и так далее. Теперь далее. Нужно прописать путь в HTML файле. Значит, к этому файлу путь прописывается в следующем голосе. То есть, корень у нас начинается вот отсюда. JavaScript. И дальше оканчивается на social likes. Соответственно, копируете либо так, либо, допустим, вот так вот. Ну, к примеру, вот movie нажимаете. И вот здесь путь уже прописан. Сразу вместе с файлом. Выделили, скопировали. До названия вашего папки с вашим сайтом. Еще раз напомню. То есть, если у вас сайт сделан в поддомене. То есть, что такое поддомен, напомню. Вот это основной домен. А вот это, это будет поддомен. Вот здесь URL поддомена. Это будет то же самое. Такое же название папки. Как и здесь. Один в один. Вот оно. DomLand. Поэтому. Все, что от вашего поддомена. Вот это. Берете, выделяете и копируете. И в этом редакторе. В данном случае это будет скрипт. Вот он, JavaScript. Социалайк. Вот сюда выделяете. Между кавычек. И вставляете. То есть, у вас будет относительный путь. То есть, есть абсолютный, как HTTP. То есть, здесь напрямую из библиотеки Google. Загружается Java Query. Библиотека. А вот этот скрипт. Вот этот, вернее, путь. Это будет уже относительный. То есть, внутри сайта. Дальше. Вот этот линк. Надо тоже изменить. Ну, по большому счету, здесь уже в корне будет. Все. После этого берете. Так, так, так. Сейчас минутку. Как я сделал. Значит, как я сделал. Минутку. На втором шаге. На втором шаге. Подключаете библиотеки. Сейчас загрузится, сразу покажу. То есть, чтобы не было избытка кода. Я нашел более простой способ. На втором шаге. Вы выбираете вот этот сайт Properties. Чуть повыше. Так. Редактировать текст шапки. Так. Вот здесь у нас уже все подключено. Так. Чуть повыше. У них поднимается. Так. Как же показать. Так. Значит, чтобы вы видели. Вот это. Линк. Так, так, так. Это мы вчера библиотеку подключали. Вторая строчка. Линк. Реф. Стилл. Шиц. Социал лайк. Бирман. CSS. То есть, берете вот этот. Бирман. CSS. И вставляете. Дальше. Скрипт. Аджакс. Google. И так далее. Скрипт. Вот он, этот скрипт. Вот эта ссылка. Берете и вставляете. Ну, надо, кстати, попробовать без вот этого. Без вот этого Google. Потому что, скорее всего, у нас уже аджакс подключено. Надо попробовать. Ну, по крайней мере, с ним все работает. С ним все работает. И дальше. Надо подключить еще вот этот скрипт. Вот он как раз. Самая нижняя строчка. То есть, вот в этом месте закинули по отдельности. Вот, еще раз повторюсь. Вот этот скрипт. Вот этот скрипт. И вот этот скрипт. Все. Вот это оказалось не нужно, кстати. Теперь дальше. В теле самой страницы, то есть в том месте, где вам нужно отображение соответствующих кнопочек, вы добавляете вот этот код. Выделяете, копируете, переходите в редактор. Кликаете в то место, где должно отображаться. И кликаете на источник. Так. Сейчас раскрою на весь экран. Так. Значит. Вот он. Вот он. Это код. То есть. Сейчас я вам покажу для сравнения. Чуть повыше. Так. То есть, вот он. Див-класс фейсбук. Фейсбук. И здесь соответственно. Див-класс фейсбук. Титл. То есть, прям ссылочка. Титл. Соответственно. Твиттер. Плюс. Плюс он. Вконтакте. Одноклассники. Все вот это скопировали и вставили в нужное вам место. То есть, вот этот код. Все. И нажимаете сохранить. После этого вот эти кнопочки будут работать. То есть, таким образом мы подключили сразу и библиотеку Ajax. Или Ajax, как правильно называется. Не знаю. И ссылочку на скрипт. Так. Оп. Ссылочку на... Стили. И ссылочку на скрипт. И вот эту библиотеку Ajax. Ajax. Java Query. И подключили в нужных местах вот эти кнопочки. Все. Вставляете куда их надо. Просто дублируете в нужные места. После этого сохраняете и у вас будет все на месте. Так. Теперь дальше. Следующий момент. Страницы мы делали. Теперь как же сделать так, чтобы у нас сайт отобразился в нашем домене. Либо под доменем. Так. Значит, переходим. Независимо, на каком шаге. На втором, либо на третьем. Значит, с правой стороны есть кнопочка публиковать. Нажимаете публиковать. Нажимаете публиковать. И здесь выбираете тот домен, в котором нужно, чтобы был ваш сайт. Кликайте сюда. Кликайте сюда. Ищите. Вот у меня в поддомене домленд. Точка. Мегамани. Вниз. Можно, конечно, закинуть и в корень. То есть в основной домен. Тогда будет именно там отобразиться данный сайт. Кроме того, здесь можно сделать еще по-другому. То есть можно кликнуть вот сюда. И здесь выбрать также поддомен. А здесь выбрать, допустим, какое-то название придумать. Что в этом случае получится? То есть вы сделали какой-то проект. И у вас получается в данном случае название. Ну, допустим, как у меня сейчас поддомен. Домен. Касая черта. И здесь еще название страницы. И именно в той странице будет опубликован данный сайт, который только что делали. Либо, допустим, основной домен взяли. Касая черта. И здесь пишите название страницы. Ну, допустим. Пишите, конечно, по-русски. Не по-русски, по-английски здесь. То есть вот так. И именно вот в этой папочке будет опубликован. И получается полный URL, по которому перейдет любой пользователь, будет вот такой. То есть http, двоеточие, 3w, megamoney.biz, Касая черта и ваш домен. Либо без 3w можно сделать так же. Допустим, вот так. На самом деле получается следующая фишка. Сайты открываются и с W, и без W. И так, и так. Вот. Я просто публикую вот в таком варианте. Сразу в поддомене. То есть вот так. Кликаю. И нажимаю публиковать. И после этого идет сборка сайта. И получаем то, что мы видим. То есть название URL и все. Так. Значит, вот таким образом мы публикуем. Теперь дальше. Как можно передать сайт, данный проект другому человеку? Это делается очень просто. Возвращаемся на раздел Домой. Так. Значит, здесь у меня есть несколько проектов. То есть вот этот, допустим, дом Lensite. Вот этот тест. Тут проект с телевизором. Там магазин вот я планирую делать. Так. Эмулятор, допустим, мобильного сайта планирую сделать. Вот. И так далее. То есть это все проекты. Их можно сделать сколько угодно. И размещать во множестве своих поддоменов. Значит, чтобы сделать, скопировать полностью проект и передать на вилле. То есть выбрали нужный проект. Здесь есть кнопочка, ссылочка такая, резервное копирование. Переименовать и удалить. Удалить это понятно, удалить проект полностью. Переименовать. Это будет имя проекта. То есть вот это имя проекта. В данном случае у меня вот это название. Если нажму переименовать, я смогу сменить название. Если нажать вот эту кнопочку резервное копирование. То есть нажимаем. Здесь написано создать резервную копию. Backup options. Нажимаете далее. Вот смотрите, что получается. То есть система автоматически создает резервную копию. Всего проекта. Все. Из всех страничек. Все. Проект резервного ресурса завершен. Дальше. Размер загруженного файла 2,28 мегабайт. Скачать резервную копию. Нажимаем кликнуть. Сохранить файл. Сохранить. То есть файл пошел сохраняться. Все. Закрыть. То есть файл сейчас сохранится. Этот файл будет в виде архива. Кликнули. Вот он в виде архива. И вот этот архив мы спокойно передаем любому человеку, имеющему конструктор RV Site Builder. Что в итоге получается. Открываем RV Site Builder. Нажимаем кнопочку. Вместо того, чтобы создать проект. Нажимаем восстановить проект. Кликаем. Выбираем файл. Так. Где там загрузки. Так. 29, 21, 46. Да, вот он этот файл. И нажимаем открыть. И нажимаем кнопочку загрузить. Автоматически все распаковывается. То есть мы только наблюдаем, что это… Так. Делаем. Так. Чего-то невозможно восстановить. Home page. Проект так вот был. Переименовывать. Так. Это определённое металл. Шиня. Соль. Какая-то… Так. Почему-то невозможно восстановить. Ну. Может быть из-за того, что он уже такой же. Надо, значит, переименовать. Да, потому что тут у меня уже был сохранённый. Сейчас вот эту единичку уберу. Уберу. Ну, прицепонятен. Да. То есть суть… Вот эти нюансы я не буду уже делать. И таким образом мы спокойно передаём. Так. Ещё такой важный момент. Значит, вот эта вверху иконочка. Называется favicon. Как сделать, чтобы она была у нас на любом сайте? Эта картиночка, графическая картиночка, она просто загружается в корень сайта. Значит, вот эти favicon в интернете достаточно много сервисов, где их можно сделать. Они работают, в принципе, однотипно. Так. Как они там пишутся? Так, так, так. Favicon. Favicon, favicon. Ну, допустим, favicon.ru. Так. Так. Значит. Вот. Сделать favicon из изображения. Значит, favicon. Должно быть очень простенькое изображение. Без лишней графики. Там… Просто слишком… Это… Это слишком маленькие изображения. Отредактировали где-нибудь в фотошопе разрешением 16х16 пикселей. Нажимаете обзор. Выбираете файл. Здесь это все формируется и на следующем шаге будет скачать… А вот, скачать favicon. Скачиваете и у вас он уже будет готов. Все. После этого вы выбираете данный файл и загружаете в корень сайта. Переходите на ваш корень сайта. То есть, у меня в данном случае дом.land корень сайта. То есть, как перейти отсюда? На уровне выше. И загружаете favicon. Вот он. Вот у меня этот favicon файл. favicon.iso. То есть, если я правой клавишей щелкну и, допустим, нажму кнопочку view, вот откроется картинка с favicon. То есть, вот так должно работать у вас. Когда вы это все сделали, у вас будет все работать. Вот здесь и появится эта иконочка. Так. Дальше. 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 В принципе, по этому сайту я вам уже, скажем, все секреты выдал. А, еще такой маленький нюанс. Значит, по поводу вот этого фонового изображения. Сейчас есть там нюансик один. Фоновое изображение мы делаем на втором шаге. Вот здесь в разделе Site Properties. Вот тут редактор CSS. Так. И вот это код. Код, который отвечает за показ изображения. Так вот, что я вам хочу сказать. Если у вас изображение больше двух мегабайт, то вы стандартными средствами никак не загрузите. Что для этого надо? Надо, значит, загрузить ваш файл через диспетчер файла. Значит, куда загружаете? Image URL. Image URL. Вот и под. Так. Image URL. Значит, Image URL у нас находится в разделе Media. То есть, папка Media, по-моему. Или мы Image. Сейчас проверим. Image. Да, в разделе Image. В разделе, в папке Image. То есть, вот сюда закидываете свой файл. Вот он у меня, этот файл. Водопад. То есть, если я правой клавишей щелкну. View. Так. Это что такое? То есть, когда мы правой клавишей щелкнули, то мы увидим как раз вот эту картиночку с водопадом. Значит, вам нужно будет скопировать URL, откуда он идет. Так. Так. Здесь он длинный слишком, поэтому неудобно. Лучше перейти сюда. Правой клавишей щелкнули. И, допустим, вот так, Movie. И прямо из корня. То есть, DomLand. Image. И дальше название Водопад. То есть, название вашего файла. То есть, папку Image вы можете даже и не копировать. Потому что, папка Image URL, она уже вот здесь устроена. Просто делаете вот так. Это все в этих, в скобочках таких фигурных. Image URL. Дальше. Косая черта. И дальше название вашего файла. И все. И после этого нажимаете обновить. То есть, таким способом я обошел ограничение на 2 мегабайта. Размером. Этого файла. Там получается файл у меня был почти 3 мегабайта. Так. Вот такой нюанс есть. Дальше. С этим сайтом вроде разобрались. Теперь еще такой момент. Анатолий Христенко спрашивал, как делать ссылочки внутри страницы. Сейчас я вам покажу на примере своего другого проекта. Вот. Имя проекта он на ТВ. То есть, телевизор можете смотреть. Кабельные каналы на сайте. Нажму редактировать. Значит, данный сайт, смотрим ТВ на сайте, у меня выполнен в виде одной странички. Нажимаю карандашик. Смотрите. Так. Хорошо. Вот такие фотографии. Так. Так, загрузился. Значит, что здесь происходит? Сейчас я вам покажу пример. Вот это удаляю. То есть вот этот сайт. Все, сайт загрузился. Значит, кликая, допустим, на какой-то канал, чтобы не пролистывать вниз, автоматически сайт прокрутится до нужного места. То есть вот до просмотра. Либо там, то есть на любую иконочку я сделал. То есть кликаем и автоматически прокручивается вниз. Значит, как это сделано? Это сделано с помощью так называемых якорей. Значит, здесь нам ничего такого прописывать не надо. Значит, прокрутил вниз. Вот здесь я поставил мышку, к примеру. Далее мы делаем, так, ссылочку. Так, веб-узел, переместить в этот документ. Так. Значит, нужно будет вот такую закладочку сделать. Единичку. Ага. Так. 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 Вот. Вот эта кнопочка есть. Вставить, редактировать закладку. То есть вставляем нужное место. То есть вот это, допустим, вот здесь ставим, то есть кликая, допустим, сюда, куда-нибудь, получается у меня вот здесь закладка, потому что это будет как бы верхняя кромка части страницы, куда надо переместить изображение экрана. Поэтому вот здесь в начале у меня стоит закладка. Так. То есть кликнули, допустим, начало. Кликнули на вот эту вот закладочку. Вот существующая закладка. То есть название закладки. Пишите, допустим, два. Нажимаете вставить. Все. Вторая закладка уже вставлена. Теперь где-то в другом месте сайта кликаете, допустим, вот сюда. Это у меня каждая картиночка является гиперссылкой на ту закладку. То есть я кликну на любую и вставляю ссылку. Вот здесь вы выбираете поместить в этот документ и выбираете название закладки. Вот я двоечку при вас сделал. Значит уже вторая закладка. По умолчанию у меня уже была первая. Либо можно, допустим, наверх страниц, если снизу вверх отправить. Вот. Делаете всплывающую подсказку. И URL здесь автоматически уже вставлен будет. То есть он получается через такой диез и название закладки. Дальше. Открывать в этом окне. Ну, естественно, в этом окне лучше открывать. Можно, кстати, изменить и открытие в новом окне. И нажимаете вставить. То есть таким образом у нас получаются такие ссылочки, чтобы двигаться, чтобы пользователь мог переходить внутри страницы с якорями на нашем Uweb. На Uweb можно, конечно, у меня там сделано. Сейчас я вам покажу. Там это все организовано. Вот, допустим, жене я делал сайт. Так, в разделе продукция. Значит, здесь представлены каталоги. На этой странице каталогов много. Страница получилась очень длинной. Сейчас загрузится, потому что много подгружается. Значит, вот этот сайт сделан на Uweb. То есть можно пролистать, но это, естественно, неудобно, чтобы листать до каждого каталога. Поэтому здесь я сделал отдельно, вынес, как бы, миниатюры каталогов. И эти миниатюры и названия этих под миниатюрами сделал кликабельными. Кликая на каждую миниатюру, мы перемещаемся автоматом на соответствующее изображение. Допустим, вот кликая сюда, мы уже сместились вот сюда. Кликая, допустим, в самый низ и в самый низ улетели. То есть здесь уже низ сайта. То есть всё у нас можно на Uweb сделать. Об этом я как-то рассказывал на другом занятии по Uweb. Это занятие в записи в открытом доступе сделано. Да, пожалуйста. Так. Здесь, кстати, на Uweb можно точно так же делать, допустим, форму регистрации. Но я об этом рассказывал. То есть на Rb Site Builder я сегодня рассказал, как сделать форму. И на Uweb можно сделать эту же форму. Тут она, конечно, по-другому немножко выглядит. Но всё это делается. Также подключаются разные скрипты и также подключаются вот эти изображения. Вот вчера я показывал, как подключить целую библиотеку, где отображаются вот такие картиночки. А на нашем Uweb библиотеку подключать не надо. Она уже включена. Поэтому вы можете спокойно использовать любые символы из библиотеки в своём проекте, на своём сайте. Это очень просто. Значит, вот эти все символы тут в редакторе вы html-код переводите и всё там делаете. То есть всё это делается. Так. 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 Вроде как всё объяснил на сегодняшний день. Все эти моменты. А. Могу рассказать про монетизацию. Значит, обратите внимание. Вот этот телек, скажем, сайт с телеком, я сделал не просто так. Фактически это развлекуха. Ну, действительно, тут сборка разных телеканалов кабельных. Причём бесплатные. Но. За счёт того, что посетитель случайно зашёл, смотрит, ему понравилось. Значит, с правой стороны, с правой стороны, вот это висит баннер от Google Adsense. Дальше. Вот здесь висит баннер от Google Adsense и вот здесь висит. Значит, как сделать вот эти баннеры. А сейчас я вам покажу. Заодно хоть сам посмотрю, что там получилось. Так. Google. Фактически я вам сейчас покажу ещё один доход, используя сайты. Обалдеть. Целых 2 доллара 36 центов за работу. За месяц. Так. Значит, 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 значит. Мои объявления. Значит, три блока рекламы. То есть, вот эта верхняя часть и два блока больших с правой стороны. Как их сделать? Значит, вот здесь разрешение. То есть, 728 на 90, 300 на 600 и 300 на 600 это в пикселях. Значит, надо будет зайти на Google Adsense. Вы там заходите, имея электронную почту на Google, с этим же паролем заходите. Дальше. Дальше. Нажимаете «Мои объявления», нажимаете «Новый рекламный блок». Пишите здесь название. Выбираете размер блока рекламного. Ну, естественно, подумайте, подойдет он вам или нет. Значит, вот этот. Это получается широкий рекламный блок. Он вверху. Вот такой широкий узенький. 300 на 600. Это получается, вот он сбоку. 300 на 600. Тут каждый раз почему-то разные объявления. То есть, там автоматом Google что-то скидывает. Но они висят и висят. И такой же блок, 300 на 600, он вот здесь пониже. То есть, сейчас вот такие дешевенькие объявления закину. Дальше. После этого выбираете стиль текстового объявления. Так, так. Еще тут момент такой есть. Текстовый и медийные объявления. Оставьте как есть. Дальше. Стиль. Ну, я ничего не менял. Я оставил по умолчанию. Дальше. Клиентские каналы. Ну, можете сделать тут клиентский канал. И нажимаете добавить. И добавляете все рекламные элементы, так скажем, в один клиентский канал. Так, и в конце сохранить и получить код. Кликаете и получаете код. Этот код вставляете на свой сайт и публикуете сайт. Все. После этого распручиваете свой сайт. У вас увеличивается посещаемость. Соответственно, чем больше посещаемость, тем Google видит, что есть посещаемость. И он начинает более дорогие объявления давать. Я вот последнюю неделю начал интересоваться рекламой на Google. Ну, я вам скажу, я немножко шокирован ценами. Цена за клик на некоторых ресурсах доходит до 350 долларов. Которые заплатит рекламодатель за то, что его объявление появится на некотором ресурсе. Ну, кто-то случайно кликнет ради интереса, либо просто так, перейти на тот ресурс. Что в итоге получается? Тот рекламодатель, который выставил тот сайт, он заплатил 360 долларов Google. Но это не значит, что будет отдача от того, что один клиент перейдет по баннеру. То есть, как это происходит? Я кликать не буду, потому что не надо с одного API-адреса вам кликать. То есть, появляется какая-то рекламная информация. Здесь, допустим, машины бывают, там шубы бывают, там все что угодно бывает. Кто-то увидел, кликнул, соответственно, рекламодатель заплатил какую-то серьезную сумму денег, а вам с этой суммы перепадет какая-то часть. Так вот, если у вас будут появляться дорогущие объявления, соответственно, за каждое дорогущее объявление вам будет просто начислена большая сумма. То есть, я вам сейчас немножко это покажу. Так, отчеты. Сейчас мы посмотрим, что здесь получается. Так. То есть, в разделе отчеты можно посмотреть, что начисляют за каждый день. То есть, вот 25 августа, 0,05 доллара тут было начислено. 26 августа, вот, 0,31 доллара. То есть, фактически копейки. Ну, копейки это понятно, потому что сайт у меня не больше месяца данные существуют, либо уже месяц, скорее всего месяц. Он еще не сильно раскрученный, поэтому посещаемость там очень маленькая, несмотря на это, какая-то посещаемость все-таки есть. И какие-то копейки уже этот сайт мне начал приносить. То есть, понимаете, к чему я клоню? Можно сделать какие-то серьезные ресурсы и на этом еще дополнительно зарабатывать, монетизируя. То есть, если ты ставишь на свой сайт бесплатную рекламу Google, так. Да, все правильно, Анталия. Фактически это бесплатный доход. То есть, Google мы ничего не платим. Размещаем рекламный блог на своем сайте и все. Google сам размещает рекламу на нашем выделенном месте. Мы фактически имеем, получается, вот эту рекламную площадь. И вот эти рекламные места мы сдаем в аренду тому же Google. Вот нечто подобное. Существуют еще там разные сайты. Разные там, скажем, рекламные компании предлагают купить рекламные площади на сайте. Вот мне периодически приходят такие письма. То есть, фактически это будет то же самое, что и от рекламы от Google. Это может быть реклама от Яндекса, это может быть лента, это может быть бегун. Ну, в данном случае Google. У всех разные какие-то условия, надо в этом немножко разобраться. То есть, я как вариант, вот уже целых, сколько тут, 2 доллара 27 центов заработал. Имея одну страничку всего лишь. А если имеем не одну страничку, а, допустим, 10 страничек, то, соответственно, может быть доход в 2 раза больше. В 10 раз больше. А если имеем 100 страничек, вот ваш доход каждый день. Это дополнительно ко всем доходам, которые мы имеем и так в аксессии. Так. Ладно, друзья, я могу ответить на какие-нибудь вопросы. Есть у вас, тогда пишите. Это сайтик, значит, вот он, пожалуйста. Вот он сайтик, одностраничник. Так. И вот этот могу тоже в сайт написать. Где там, который мы разбирали. Вот этот можете посмотреть. Так. Ну, вот этот сайт, он сделан, конечно, на Uweb. Сейчас я еще делаю свой сайт себе. Ну, пока, скажем, наброски идут. Ой, что это набрал. Так. И делаю еще командный сайт. Я вам сейчас покажу, как бы, но это пока штрихи. Мега-команда. Мега-команда это будет такой командный сайт по аксессу. Сейчас загрузится. Этот сайт сделан на Uweb. То есть, слайдер, вверху менюшка. Первую страничку я вот начал делать. Так, почему-то вот эти сдвинулись. А, если вот так сделать, то все нормально. Значит, здесь подписка. Я сделал отдельно командный сайт. Вернее, командный канал, чтобы там не было никаких реферальных ссылочек. Некоторые видеоролики туда скидываю. И, естественно, подключил канал компании. Дальше. Facebook страницу нашей компании. А то у нас люди даже не знают, что у нас какие-то новости есть постоянно. Вот посмотрите. Последняя новость вот 21 августа, 26 августа. Это что? Yesterday. Yesterday это что? Сегодня получается. А, вчера, 28 августа. Вот кто читал последние новости за 28 августа? Можете зайти и прочитать. А с левой стороны у нас партнеры сделали командную страничку на Facebook. Я ее тоже разнести. То есть где-то в офисе. Ну и несколько видеороликов. Все остальные еще в процессе разработки. Еще такая фишка, которую я буду сейчас реализовывать в отдельном сайте. Сейчас покажу. Это уже на моем сайте будет реализовано. Так. Портфолио. Это у меня такой домен для экспериментов. Я что-нибудь где-нибудь посмотрю и пытаюсь это все реализовать здесь. Значит, здесь я вам покажу интересную фишку под названием мобильный сайт. Значит, вот он мобильный сайт. Этот мобильный сайт сделан на нашем конструкторе Access Mobile. Значит, здесь примерно размеры изображения, ну как на смартфоне. Ну надо, я думаю, подогнать, поменьше сделать бы. Так вот, фактически это сайт в сайте. То есть здесь встроен мобильный сайт. Это все позволяет наш Uweb конструктор. И фактически тут можно перейти и посмотреть, как на смартфоне будут выглядеть данные сайты. То есть фактически вот так. То есть сообщить местоположение, допустим. Воспользуюсь картой, да. Проложить маршрут к карте. То есть наш конструктор позволяет сделать прокладку, проложить маршрут. То есть в данном случае карту я, допустим, сделаю с центром нулевой километр в Москве. То есть я сейчас нахожусь в Подольске и вот нажал проложить маршрут, маршрут проложен. Эти технологии у нас работают уже полтора года. Народ им пользуется. Рынок голый. Сделать такие сайты стоит, можно смело брать, вот 150-300 долларов только за создание. И все, вот как раз-раз проехать нужно. Такие QR-коды можно делать. Это все сделано на мобильном конструкторе сайта. То есть всякие спецэффекты, переворотов, заворотов этих страничек. То есть все можно делать. Вот так. Ну что, друзья, еще есть вопросы? Супер, спасибо. Да, пожалуйста. Так. Запись. Запись идет, нормально. Запорожь больше, чем... Да, мне иногда задавали вопросы. Вернее, я звоню в компанию, и им некоторые, скажем, дырки указываю. По их-нему ювебу там огрехи были. Мне латали. Как-то случайно находил. В общем, по ювебу меня считают в компании, скажем, самым параллентом юзером. Потому что слишком много вопросов задаю, и слишком много где-то ковырнул. Хорошо, друзья. Запись будет. Значит, доступ к этим роликам, вчерашним и сегодня, будет по e-mail адресу. Индивидуально. Передавайте через своих спонсоров свои e-mail, и я вас включу и делаю доступ. Так, так, так... ПЕ석